Вот даю шанс снова мастеру пулу, вымыл бассейн, выбрал, буду сейчас сегодня его набирать. Буду пробовать второй раз мастер пул, не знаю почему так произошлось. Воду я брал, соответственно, с крана, у нас нет такой воды, которая добывается с земли с помощью насоса. Пойду сейчас мастером пулом, обработаю стенки, как рекомендуют при покупке. Насос стоит на открытом солнце у нас, навес у нас тут начинается. Вот оно средство, еще раз универсально, у меня тут собственно в инструкции не написано, что надо обрабатывать стенки бассейна, где-то не вижу. Мы сейчас посмотрим в интернете, насколько развести этот раствор. Я обработаю конечно стенки бассейна, будем смотреть. Второй раз он себя покажет, первый раз увидели видео, что он конечно у меня полностью весь покрылся водорослями. Водоросли конечно были не живые, но вода зазеленела и была уже непригодна для того, чтобы купались дети. Ну я не знал как разводить, я развел короче один к одному. Вот мастер пол, такой урон света. Сейчас залезу обработаю стенки и начну наполнение. Вроде бы стеночки после обработки. Подсохли, все высохло. Начинаю заливать воду, именно из травы. Отдаем. Сейчас пойдем поставим, чистую воду заливаем, чтобы было видно. Завтра, когда наполнится бассейн. Там написано, сейчас я помою еще. Там написано, что нужно 1,1,3 налить. Ну, наверное, по инструкции все сделаю. Сейчас мы испытываем это средство, отдаем ему второй шанс. Шанс хорошо помоем. И начинаем чистую воду. Сейчас засекширую бассейн. Бассейн, как видите, я выдриваю, подработал ее. Все, получается. Ну, заливаем бассейн и потом будем применять средства на столе стоят ему. Вот, зараночная теплая вода. Зараночная теплая вода. Я начинаю, начинаю, вот, задевать мастер пул 130 миллиграмм мастера пула. И сейчас включим бассейн. Включим пик, отключим в бассейне. Пусть он работает. И точно купаться он не будет в бассейне. Посмотрим на качество воды в дальнейшем. Вот у меня вот такой мерный стаканчик. 10 миллиграмм. Тут написано. Первая обработка 70 препаратов на 10 метров воды. Вот у нас сейчас место 70 миллиграмм. Ну, добавим, наверное, раз. Он нормально не срабатывает. Ну, добавим, давайте добавим 120. 120. Посмотрим, что будет. Я сейчас начну потихонечку наливать. Разбавим вот у меня водичка чуть есть. Вот я залью 13 миллиграмм. Вместо заявленных семидички. Чтоб потом производители не говорили, что я мало лью. Сейчас на этот бассейн. Надеюсь, в квадратных метрах я сниму чехол. Залью эту жидкость. Будем съедить. Вот результат. Прошла неделя. После того, как я добавил двойную дозу в чистую воду. Заявленная на мой бассейн 70, я добавлял 140. Прошла неделя. Я вчера добавил 60. Вместо заявленных 30 миллиграмм мастера пула. На 10 кубических метров воды. Так, 10 тысяч литров. Ну, вода, видите, все равно зеленеет. Она вроде бы по своим качествам такая вот резкая, но зеленеет. Мастер пул не справляется с тем, чтобы вода была постоянно чистая и аккуратно. По цене очень дорого. Стоит. Качество воды, конечно, не очень. Фильтр у меня работает круглые сутки. Он небольшого объема, поэтому... Поэтому я делаю выводы, что на следующий год только альгицид и хлорка. Не знаю, если кто-нибудь пробовал добавлять в мастер пул хлорку, напишите, пожалуйста, что происходит. Я просто уже думаю, может быть добавить туда хлорку, если не надо. Потому что смысл этого средства никакого я не вижу.